Цегламенская библиотека номер 16 представляет Про волшебную учёбу и не только Вот было бы здорово, если бы осенью можно было отправиться не в обычную школу, а магическую Вместо скучных занятий по физкультуре бегать в сапогах-скороходах А ещё учить таинственные заклинания, а не математические формулы Пока это невозможно в реальности Предлагаем перенестись в мир волшебства с помощью книг Рик Риордан Перси Джексон и море чудовищ Перси Джексон возвращается в лагерь полукровок И к своему ужасу обнаруживает, что магическое дерево талии, в котором заключена душа дочери Зевса Отравлено А ведь именно его магия всегда защищала лагеря чудовищ Перси посещают видения, из которых он узнаёт, что для спасения лагеря необходимо добыть золотое руно Но добраться до него не так-то просто Оно хранится там, откуда нет обратной дороги На острове циклопа Полифема в море чудовищ Отфрид Пройслер Крабат Легенды старой мельницы В школе колдовства учился не только Гарри Поттер Мальчик-сирота Крабат попадает в школу черной магии, которая находится на заброшенной старой мельнице У мастера-колдуна 12 подмастерьев, и в конце года один из них должен погибнуть Кто будет следующим? Что может победить черную магию и спасти жизнь главным героям? Андрей Живолевский и Евгения Пастернак Бежим отсюда Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло Или не повезло, это как посмотреть Их учитель и по совместительству директор школы – ведьма Нет, она не летает на помеле и не варит зелье из летучих мышей Зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к тролям Заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного телефона Сначала четвероклассникам страшно, а потом страшно интересно Особенно тем из них, кто сам научился колдовать Живолевский Андрей Евгения Пастернак Гимназия номер 13 Роман-сказка Не надо было трогать дуб, тогда бы ничего страшного и не случилось А когда тронули, тут и началось Из всех щелей полезла нечисть Домовые кабинетные за наших гимназистов Нечисть против Перун мечет молнии на крыше Кощей пытается проломить заколдованный круг Говорящий кот подкармливает русалку ворованной колбасой Второй закон Ютона временно не работает Слово о полку Игореве встает перед глазами Словно в формате 3D А на самом деле наяву Помог волшебный растворитель Хотите дальше? Сами читайте Тамара Крюкова Чародейка задней парты Вася – горе-изобретатель Вечный козел отпущения Июлька – горе-чародейка Сплошное недоразумение Он живет в обыкновенном городе И учится в шестом классе самой обычной школы Она живет в сдвинутом мире И учится на волшебницу От его изобретений Одну часть школы лихорадит А другая катается от хохота От ее чародейства Жители сдвинутого мира не знают То ли плакать, то ли смеяться А уж когда июлька попадает в наш мир И встречается с Васей В двух словах этого не опишешь Софья Прокофьева Ученик волшебника Один из героев сказки Ученик волшебника Обычный школьник Он мечтает о приключениях Иногда любит прихвастнуть Совершает ошибки И не боится их исправлять Другой герой – самый настоящий волшебник Ну а третий – кот Васька Который однажды выучил могучие заклинания Из-за этого заклинания В зоопарке исчезли хищники Джин превратился в мышь В городе объявлена тревога А волшебник Алеша Чуть не поссорился со своими друзьями К счастью, настоящая дружба Отвага и ответственность Сильнее любых заклинаний А потому эта необыкновенная история Закончилась благополучно Томас Брецина Во всем виновата колдовство Мальчишки – это ужасно С этим согласны и Лиси, и Тинка Но все меняется, когда в классе появляется новенький Тинку как подменили Лиси в бешенстве Недолго думая, она пускает в ход Особенное любовное заклинание Елена Помазуева Академия королевских чародеев Кто вам сказал, что на свадьбе сестры Не может быть неожиданностей? Начавшаяся метель меняет планы гостей Которые не приходят в храм А ведь так хочется, чтобы все было по правилам Решив, во что бы то ни стало найти необходимого свидетеля Привожу незнакомца с почтовой станцией Который согласился помочь Все бы ничего Да только маг храма перепутал и поженил нас А мужчина уехал в неизвестном направлении Не узнав о свершившемся браке Кто он и где его искать? Все девушки ищут себе мужа Чтобы жить с ним долго и счастливо А я, чтобы развестись А ведь мне еще нужно закончить Академию королевских чародеев Антон Иванов Чародейство в Москве Случайно заглянув в антикварный магазин Тимка обнаруживает там своих друзей Волшебников из страны на краю света Силтроевич, Веспасиан и Морфей Прибыли в Москву И теперь чудеса происходят здесь Наслушавшись рассказов О необыкновенных приключениях Кассандры и Тимки Его одноклассник Мишка С невероятным трудом добивается Чтобы его тоже приняли В ученики к чародею Представляете, что можно натворить в школе Обладая волшебной силой Эти и не менее другие интересные книги Вы можете взять у нас в Цегламенской библиотеке Номер 16 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok